Всем привет! Меня зовут Рафаэль. Вы на канале Слеза Сатоши. В этом обзоре мы обсудим эфириум, Layer 2 решение и такой проект как оптимизм, монеты которого, возможно, у нас получится получить. Для этого необходимо будет совершить некоторые действия, о которых я сегодня расскажу и покажу как. Но хотелось бы этот обзор сделать еще и образовательным. Поэтому мы сегодня обсудим сам оптимизм, что это такое, что такое Layer 2 решение и почему Layer 2 решение интегрируется в Uniswap версии 3 уже. Каким образом это будет помогать развивать в целом сеть эфириум. И вообще в целом давайте обсудим, что такое эфириум. Вы знаете, что это блокчейн. Блокчейн первого уровня. То есть на базе эфириум нельзя разрабатывать свои блокчейны. Можно разрабатывать свои какие-то решения, выпускать токены ERC20 и так далее. После запуска эфириум 2.0 ситуация может поменяться. Но пока имеем то, что имеем. Эфириум это Layer 1 решение. И для того, чтобы эфириум работал быстрее, его нужно масштабировать. Для масштабирования строят такие надстройки Layer 2 решения. О них мы сейчас поговорим. Но если эфириум это Layer 1 решение, то есть решение первого уровня, возможно, есть решение нулевого уровня. И действительно Layer 0.0 уровень есть. Блокчейны по типу Polkadot, на базе которых можно строить Layer 1 решения. В том числе и такие как эфириум. И парачейны, которые запускаются на Polkadot, это уже Layer 1 решение. И наподобие эфириум также есть. И будут еще космос. Ровно также Layer 0.0 уровня решения, на базе которого можно выпускать блокчейны. И этому был посвящен отдельный обзор. Ссылочка наверху обязательно посмотрите. Эфириум же это Layer 1 решение. И для того, чтобы сеть эфириум была быстрее уже сегодня и дешевле, это проблемы, которые есть. Они связаны с масштабируемостью. Разрабатываются Layer 2 решения. Такие как оптимизм, которые поверх Layer 1 решения. Надстраиваются и децентрализованно, что очень важно. Общаются с Layer 1 решением, с эфириумом. То есть какой-то объем транзакций, данных они забирают на уровень 2. Там все это дело решается и возвращается в Layer 1 решение, если это требуется. И все это децентрализованно. Это самое сложное при разработке Layer 2 решения. Чтобы было доверие однозначное к тому, что происходит в Layer 2. Поэтому решение достаточно сложное. Но этому было посвящено у эфириума ряд событий и мероприятий. Scaling Ethereum, в котором принимали участие огромное количество различных команд и проектов. Таких как Arbitrum, Optimism, Starware, The Casing и многие другие. Вы здесь видите логотипы, которые вам известны. В нем, разумеется, принимали решение и Uniswap. Это децентрализованное обменник, которое работает сегодня на эфириум. Но им очень нужно решение второго уровня для того, чтобы обмен на децентрализованном обменнике, проходил быстрее и дешевле. Вы знаете проблему. Вы хотите обменять один токен ERC20 на другой или эфириум на какой-то из токенов. И огромные комиссии, которые сопровождаются этим обменом. Решение этих проблем Layer 2 решения. Можно ли назвать Layer 2 решение временным? К примеру, Optimism запускает Layer 2 решение только для того, чтобы разгрузить сегодняшнюю сеть Ethereum Layer 1. А завтра появится эфириум 2.0 и оптимизм уже будет не нужен. Нет. Оптимизм и Layer 2 решения нужны будут и для эфириума 2.0, которые будут помогать масштабировать и новую сеть эфириум. И здесь вы видите среди участников огромное количество проектов, которые либо разрабатывают Layer 2 решения, тот же Riding, к примеру, или Loopring. И децентрализованные обменники, такие как Compound. В целом весь рынок, Oneinch и так далее, все заинтересованы в том, чтобы это Layer 2 решение было. И одним из таких решений в целом является Polygon Tokenmatic, вы знаете, капитализация которого сегодня составляет 7 миллиардов 200 миллионов долларов. И Polygon сейчас в верхней строчке, когда он в топе. 18 место среди всех криптовалют. Есть такие решения как Aurora. Это также решение второго уровня для того, чтобы не только для того, чтобы из эфириум можно было бы дешево и быстро переводить токены и ликвидность в NIR протокол блокчейн, который вообще о другом грубо. Вот Aurora именно для того. Но также Layer 2 решение Aurora будет подходить и для других проектов. Не только тех, которые хотят токены из эфириум взаимодействовать с ними в NIR протокол, но и в других блокчейнах. И такие Layer 2 решения, разумеется, они снова и снова появляются. Uniswap, заинтересованная в таком Layer 2 решении, разумеется, находилась в выборе таком. То есть, они могли выбрать абсолютно любое решение Layer 2. И недавно, заявляя о том, что они собираются перейти на версию 3, более современную, которая удовлетворит потребности многих, было заявлено о многих разных изменениях. В том числе и о пулах ликвидности, которые теперь работают по-новому. Если раньше вы в пул ликвидности направляли две монеты, а их волатильность могла сильно нарушить взаимодействие с этим пулом ликвидности, и вследствие чего дополнительные риски, к примеру, в пул ликвидности Uniswap добавляете 2 стейблкоина USDT и DAI. Если USDT будет стоить 10 центов в какой-то момент, ну с каманеткой, предположим, то практически все ваши DAI ребалансируются в том самом пуле в пользу USDT. А USDT вам в таком количестве не нужны. Вы бы хотели сохранить долю DAI и USDT в определенном каком-то диапазоне ценовом. И для этого в версии 3 Uniswap интегрируются такие решения, как для пулов ликвидности, которые позволяют указать диапазон цены, при которой в случае, если USDT, предположим, дешевеет до 90 центов, а DAI 1 доллар, то при удешевении USDT ниже 90 центов, в этом случае, чтобы ваш пул ликвидности больше не работал в Uniswap, а временно приостановил свою работу. То есть, если USDT, к примеру, вернется в диапазон 90 центов $10, то в этом диапазоне DAI и USDT ваши будут участвовать в обмене пулов ликвидности. Короче, очень серьезное обновление, которое уже вступило в силу. Но также здесь было заявлено, что в версии 3 Uniswap будет интегрирован Optimism, Layer 2 решение, которое позволит, соответственно, сделать дешевле и быстрее транзакции. И такое решение действительно было запущено совсем недавно на Uniswap, о чем они, собственно, и заявили. Оптимизм сейчас в альфа-версии уже интегрирован в Uniswap. И вы можете, в принципе, воспользоваться Uniswap, используя оптимизм. Собственно, именно это мы сегодня в данном обзоре и сделаем для того, чтобы наша активность на раннем этапе, в случае, если у оптимизма появился свой токен, предположим, токен управления, мы смогли его получить. Мы рассчитываем на то, что как и Uniswap, и OneInch, которые благодарили комьюнити за ранее использование своих продуктов, возможно, оптимизм также будет награждать. Пока по токену понимания окончательного нет. Но уже сегодня в Uniswap оптимизм действительно использует. Есть несколько монет, которые участвуют в этом процессе. Их немного пока это DAI, обернутый биткоин, эфириум, USDT и некоторые другие монеты, которые мы сможем сегодня с вами попробовать перенести в Layer 2 решение туда, в этот оптимизм, и попробовать взаимодействовать с Uniswap. Уже растут объемы использования данного решения на Uniswap, и совсем скоро, возможно, Uniswap полностью перейдет на оптимизм. Посмотрим. Итак, давайте поговорим с вами про оптимизм. Это решение для масштабирования эфириум сети. Решение Layer 2. Теперь вы понимаете, чем все-таки отличаются Layer 2 решения от таких блокчейнов, как эфириум. То есть это надстройка для того, чтобы разгрузить эфириум сеть. А есть ли у них токен у оптимизма? Нет, пока нет. Есть Layer 2 решения, которые призваны масштабировать эфириум сеть, при этом у них есть свой токен. И все взаимодействия внутри этого Layer 2 решения, все транзакции сопровождаются оплатой газа, который взывается в их токенах. То есть дополнительный токен, который усложняет немножко этот процесс и делает его не совсем логичным. Так вот, оптимизм такого токена не имеет, и все абсолютно операции с оптимизмом не требуют какого-то еще одного токена. Комиссия будет списываться, насколько мне известно, сейчас именно в эфирах. Также Layer 2 решение, которое пошло ровно по тому же пути, это Аврора, что сильно отличает Аврору и оптимизм от решений других Layer 2 решений. Здесь в Авроре также не будет свой токен, который будет списываться как комиссия за транзакцию. У них будет свой токен, у Аврора токен управления, но он не будет участвовать в обмене. Окей, давайте вернемся к оптимизмам и поговорим о нем. Твиттер этого проекта 46 тысяч подписчиков. Среди тех, за кем слежу я, 60 подписаны на оптимизм. И, разумеется, это крупные компании. Аврора, Ben Ward, сотрудник Mino Protocol, ZK Swap и многие-многие другие крупные проекты, разумеется. Тот же Сэм Бантман Фрайт из Alameda фонда и основатель биржи FTX и многие другие влиятельные личности и продукты, которые мы знаем на криптовалютном рынке. То есть, твиттер у них достаточно серьезный проект. Это точно не скам и не зря его интегрируют в тот же Uniswap. Если мы посмотрим на Мизаре, то здесь мы увидим только информацию о том, что инвестировал такой фонд, как Парадигм. Вы помните, это акционер биржи Coinbase. Парадигм. Но у Оптимизм больше гораздо фондов. И в одном из раундов инвестиций они привлекли 25 миллионов долларов. И среди инвесторов были такие, как те же Андресен Хорвис и ряд других фондов. Я где-то видел информацию, что и Coinbase Ventures инвестировали в Оптимизм. Но сейчас это не так важно. Не продается токен Оптимизм. Его пока нет. Возможно, мы его сможем получить. Поэтому, особо сильно сейчас анализировать то, кто инвестировал в Оптимизм, смысла нет. Итак, есть решение Оптимизм, которое мы уже можем использовать. И у него есть свой Explorer, который сильно напоминает Explorer Ethereum. То есть, если Оптимизм это отдельный блокчейн, грубо 2 уровня решения, у него, разумеется, все токены, которые из Layer 1 решения будут попадать в Оптимизм, они будут, соответственно, там перемещаться. С ними будут какие-то процессы происходить. И обо всех этих процессах, разумеется, в Explorer вся эта информация будет. Итак, Uniswap интегрировал решение Оптимизм. И вы при обмене Ethereum на какой-то другой токен в целом можете обменивать не в сети Ethereum, а в сети Оптимизм. Для этого вам необходимо подключить кошелек, нажать присоединиться, выбрать MetaMask, к примеру. Если вы хотите... Давайте я введу пароль. И для того, чтобы с Uniswap взаимодействовать посредством MetaMask, используя тот же Ledger, ссылочка наверху на видео. Посмотрите, как это делается. Я использую Ledger именно в связке с MetaMask. Вы, соответственно, видите, что здесь сейчас обмен Ethereum с любым другим токеном, он будет совершаться в обычной сети Ethereum, привычной. Для того, чтобы использовать Оптимизм решения, в MetaMask вам необходимо выбрать сверху не Ethereum Mainnet, а Оптимистик. Вы переключаетесь на Оптимистик и Uniswap автоматически видит, что вы переключились и говорит, все, вопросов нет. Теперь обменивай токены Эфириум сети ERC20 в Layer 2 решение, используя Оптимизм решения. Но на старте у вас в MetaMask такого решения здесь подключено не будет. То есть оптимистик у вас будет отсутствовать. Его необходимо сюда добавить для того, чтобы вы могли взаимодействовать с Оптимизмом и использовать Uniswap с Layer 2 решением Оптимизм. Что для этого необходимо сделать? Для этого необходимо подключить по инструкции данную возможность в MetaMask. Я ссылочку в описании обязательно на эту инструкцию оставлю, а пока вместе с вами сейчас это присоединю. Что необходимо сделать? Необходимо открыть MetaMask, нажать на сети, указать, что мы хотим какую-то кастомную сеть новую подключить. Нажимаем и указываем здесь название, как по инструкции. Все, что нам в инструкции говорят, нам необходимо сделать. Указываем название Оптимизм, предположим. Оптимизм. Я назову его Оптимизм 2, потому что у меня уже Оптимизм подключен, настроен. Далее вы указываете здесь New RPC URL, указываете соответственно Maynet, Оптимизм, как здесь указано. Chain ID 10, символ Ethereum, все как здесь. И далее на блок Explorer Оптимизма указали. После того, как вы все эти настройки сделали, вы нажимаете сохранить и все у вас хорошо. Но дело в том, что у меня эта сеть уже добавлена в MetaMask, поэтому мне не удается ее добавить еще раз. У вас здесь вверху появится вот этот Оптимизм, который вы сможете, собственно, и использовать после этих настроек. Все очень просто. И в Uniswap, открывая MetaMask и переключаясь между сетями Ethereum, Mainnet или Optimistic, Uniswap будет видеть, в какой сети вы подключены. Но если вы переключаетесь, предположим, в Оптимистик, то в Оптимистик решении, Layer 2 решения, у вас нет токенов. Все токены, которые у вас были в Ethereum кошельке, они не будут отображаться в Оптимистик. Почему? Потому что Оптимистик это Layer 2 решение. И если вы хотите взаимодействовать, используя Layer 2 решение Оптимистик, вам необходимо перенести токены из Ethereum сети, с которыми вы хотите в Layer 2 решение взаимодействовать, в сеть Оптимистик. И уже потом, когда на балансе Оптимистик у вас будут средства, именно с ними вы сможете взаимодействовать. Видите, у меня есть 0,02 эфириума в Оптимистик, к примеру. И какие-то другие монеты, которые я добавлял в Оптимистик. Соответственно, все эти переносы в Оптимистик никаким образом не нарушают децентрализацию и сохранить ваших средств. То есть, если у меня на Ledger хранится эфириум, который я переношу в Оптимизм, то в этом случае также через тот же Ledger я имею доступ к этим токенам. То есть, они никуда на новый адрес не переносятся. Они просто переносятся в Layer 2 решение. Это очень важно. Но давайте теперь, что нам необходимо сделать? Нам необходимо какой-то объем средств перенести в Оптимистик в Layer 2 решение для того, чтобы мы могли взаимодействовать с тем же Uniswap. Что для этого необходимо сделать? Давайте посмотрим, что у нас дальше. Есть подробная документация. Ссылочка на нее я также оставляю, каким образом взаимодействовать с Оптимизм и решением. Это огромная-огромная документация, но сейчас вам она не потребуется. Давайте попробуем взаимодействовать с Оптимистик и перенести какие-то средства из нашего обычного эфириум портфеля, кошелька в Layer 2 решение. Для этого необходимо переключиться на gateway.optimism.io. Ссылочку в описании я оставляю. И когда вы уже присоединились к MetaMask, сеть Ethereum Mainnet выбрана. Вы присоединились через Ledger, например, или, я не знаю, просто у вас кошелек в MetaMask. Далее вам необходимо нажать кнопку Connect и выбрать кошелек. MetaMask. Ок. И сейчас он видит, какие средства находятся у нас на кошельке обычном Ethereum Layer 1 решение. К примеру, у меня здесь небольшой объем токенов Ethereum. Вы видите, 0,11 эфириума. Чтобы мне перенести Ethereum в Layer 2 решение, в Оптимизм решение, мне необходимо указать, какой объем токенов Ethereum я бы хотел перенести и нажать кнопочку Депозит. Нажимая кнопочку Депозит, нам говорят о том, что да, это будет произведено. Комиссия будет пока взыматься в сети Ethereum, ведь взаимодействие с Ethereum сейчас происходит. Комиссию составляет, смотрите, пока еще это Ethereum сеть и она дорогая, комиссия будет примерно 20 долларов. Если вы нажимаете подтвердить, то после подтверждения, соответственно, я подтверждать не буду, не хочу сейчас переносить дополнительные средства в Оптимизм, вы подпишите и это комиссия, которая взимает Layer 1 решение, еще старый Ethereum. Но после того, как вы пополните свои Ethereum в Оптимизм решение, после этого у вас в кошельке появится, соответственно, транзакция о том, что вы перевели. То есть в MetaMask, когда вы переключитесь в сеть Оптимизм, то в этом случае здесь вы увидите свои Ethereum. Вот они. Будут переводиться они примерно 10 минут. Ну, это Ethereum сеть, вы понимаете, она медленная. Также у меня здесь были и токены DAI, к примеру. Для того, чтобы вам взаимодействовать с Uniswap, вам необходимо хотя бы какой-то токен перенести. Какие-то токены могут быть? Пока это только Ethereum, Synthetix, DAI, USDT, обернутый Bitcoin, WBTC и Link проекта Chainlink. Хорошо, вы переносите Ethereum в сеть. Перенесли, увидели в Оптимизм решение у вас в Layer 2. Есть Ethereum, которые вы перевели. Что далее необходимо сделать? А далее необходимо переключиться на Uniswap, децентрализованный обменник. Здесь выбрать решение Layer 2, на которое вы переключились, ведь у вас MetaMask сейчас на Оптимизм решение и, соответственно, Uniswap это видит. И далее вы можете, к примеру, купить за Ethereum какой-то объем токенов DAI, к примеру. И вы указываете, хочу купить за, к примеру, 0.01 Ethereum DAI. Какое количество вы сможете купить? 29 DAI. Сейчас по курсу Ethereum. При этом давайте посмотрим, какая комиссия будет. Смотрите, версия 3 используется с Оптимизм решением. Сейчас будет произведен обмен тех Ethereum, которые мы направили на этот кошелек, Layer 2 решение. Будет совершен обмен Ethereum на DAI. При этом, все Ethereum максимальное количество не обменивайте. Почему? Потому что нужен Ethereum для того, чтобы оплачивать любую операцию. Именно в Ethereum взымается газ, поэтому Ethereum какой-то объем в любом случае должен быть. Поэтому какую-то небольшую долю Ethereum я сейчас обменяю на DAI для того, чтобы показать, как этот обмен производится. Нажимаем Swap и здесь нам говорят о том, что да, будет совершена операция по обмену. При этом какая будет комиссия. Давайте посмотрим. Комиссия при обмене. Подтверждаем, что мы хотим обновить цены. Нажимаем подтвердить обмен. И сейчас смотрите, MetaMask нам сообщает, что комиссия будет вот такая вот. То есть в долларах здесь, к сожалению, не написано. Но если вы перемножите количество эфиров на стоимость эфиров, вы поймете, что эта комиссия примерно 1 доллар. И также сейчас на... У меня что здесь за ошибка? Контракт... Так, у меня почему-то в настройках мне указано, что контракт должен быть в Ledger. Обязательно контракт Data Allow. Я это сделал. Сейчас оставлю это в видео ошибку, чтобы было наглядно. Итак, еще раз подтвердить. И мне сейчас нужно будет подписать эту транзакцию уже в сети Optimism. Я работаю. Я не в сети Ethereum сейчас работаю. Поэтому и комиссия маленькая. Посмотрите, насколько маленькая комиссия в эфирах. Нажимаем подтвердить. И сейчас на Ledger мне необходимо подписать транзакцию. Я ее вижу. Действительно, комиссия очень маленькая. Примерно 1 доллар. Нажимаю подписать и все. Обмен произведен. Подписание транзакции состоялось. Вы можете его посмотреть в Explorer именно Optimistic. То есть, что эта транзакция произвелась. Комиссия составила полтора доллара всего. В отличие от 50 долларов или 20 долларов, которые в обычной сети. И она будет постепенно снижаться. Она будет все ниже и ниже. То есть, этот обмен произведен. Когда вы совершаете обмен сейчас на Uniswap, используя решение Optimism, возможно, именно за такую активность Optimism будет начислять вам токены свои, которые в будущем, в любом случае, я уверен, появятся. Это будет токен управления или какой-то другой. Неважно. Я думаю, что нас отблагодарят. Что еще вы можете сделать для того, чтобы наверняка претендовать на какие-то токены, которые Optimism будет рассылать. Вы можете наполнить пул ликвидности. И этот пул ликвидности, разумеется, в решении Layer 2. То есть, используя Optimism решение. Вы видите DAI и Ethereum у меня направлены в пул ликвидности. Какой-то объем эфириумов. Какой-то объем DAI. И я вам рекомендую тоже наполнить пул ликвидности на всякий случай. Какой-то небольшой. Для этого вам необходимо нажать New Position. А выбрать, что вы хотите. Ну, я вам рекомендую стандартный токен. Эфириум. Выбрали эфириум с токеном DAI предположим. Небольшой объем. Какая комиссия будет. Здесь указано по умолчанию диапазон, в рамках которого будет работать этот пул ликвидности. Помните, я вам вначале говорил, что вы можете при наполнении пул ликвидности двумя монетами. Указывает ценовой диапазон, в рамках которого ваш пул ликвидности, ваши средства будут участвовать, обеспечивая эту ликвидность. А при, например, эфириуме дороже 6 тысяч долларов, уже средства не будут участвовать. То есть, они вернутся снова в пул ликвидности и будут обеспечивать эту ликвидность. Только если эфириум будет дешевле, снова 6 тысяч долларов. И опять ваши средства будут обеспечивать данную ликвидность при обмене пользователями Uniswap. Окей. И все. Здесь вы указываете, какой объем вы хотите. Предположим, максимальный. И нажимаете добавить в пул ликвидности, также подписывая транзакцию. Но еще раз, не указывайте максимальный. У вас какое-то количество все-таки эфириумов должно на балансе сохраняться для того, чтобы все совершающиеся транзакции в сети оптимизм, у вас хватило на них комиссии. Она взимается еще раз в эфириумах. После того, как вы наполните пул ликвидности и совершите обмен на свапплки, то, возможно, вы будете претендовать на бесплатные токены оптимизм решения. При этом, видите, у меня до сих пор DAI, все еще и эфириум в пуле ликвидности. Я их когда-нибудь отсюда заберу. Но при этом я наполнял сеть оптимизм решения, по-моему, пятью тысячами DAI и какой-то объем я вывел. То есть, каким образом, что очень важно, вот завели вы в Layer 2 решение свои токены, теперь хотите их вывести обратно. Для этого вам необходимо из Layer 2 решение ваши токены обратно в Layer 1 решение в сеть эфириум перенести. Этот процесс пока занимает некоторое продолжительное время. И только через, по-моему, 10 или 7 или 10 дней вы сможете этот обмен произвести. Я, разумеется, это уже, грубо говоря, этот момент дождался. И сейчас покажу, каким образом в дальнейшем это будет выглядеть. Итак, открываем сейчас с вами оптимизм решения еще раз. И теперь, к примеру, я хочу не пополнить, а вывести. Для этого мне необходимо переключиться в MetaMask в сеть оптимизм. Окей. Вывести. Какой объем я хочу вывести и каких монет. Предположим, DAI. У меня здесь 14 DAI. Окей. Максимальный объем, к примеру, я хочу вывести. Нажимаю withdraw. И эти токены уйдут в Mainnet Ethereum. То есть, окажутся, грубо говоря, в обычной привычной сети. Но, к сожалению, не сразу. Будет написано, что еще некоторые действия вам необходимо произвести. Давайте я сейчас попробую вывести DAI те же. И покажу, как это работает. Смотрите. Комиссия будет 1,5 доллара. Гораздо дешевле, чем обычно. Нажимаю withdraw. И сейчас я попробую свои DAI вернуть в обычную сеть Ethereum. Для этого мне необходимо будет подписать транзакцию. Смотрите. Мне необходимо открыть Ledger Live, для того, чтобы эта операция произвелась. Потому как с недавних пор MetaMask, взаимодействуя с Ledger, не поддерживает больше прямое взаимодействие. И если у вас ровно так же, ссылочка наверху на видео, каким образом взаимодействовать. А пока я введу пароль в Ledger и подтвержу транзакцию. Возвращаемся сюда. Соответственно, транзакция у нас на вывод. Давайте я на всякий случай обновлю. Посмотрим. Еще раз. Да. 14. Да. Я хочу вывести. Нажимаю withdraw. У меня здесь просят меня подписать транзакцию. В сети Optimism. Я подписываю. Комиссия будет 1 доллар 46 центов. То есть, гораздо дешевле. Я сейчас подписал, по-моему, старую транзакцию. Да. По-моему, я подписал старую транзакцию. И, разумеется, эти токены DAI у меня уже... То есть, я два раза. Да, действительно. 14. Да. И эти токены у нас сейчас подписались. Ушли. Оптимизм. Если они появятся. Давайте я попробую из пула также вывести свои средства. Я захожу в свой пул. Нажимаю удалить ликвидность из пула. Какой объем максимальный. Хочу вывести все свои токены. В том числе и награды, которые за это время успели появиться. Смотрите, я заработал 1.28 DAI, имея в пуле всего 210 DAI. То есть, в принципе, какой-то объем. Примерно, наверное, за месяц. Давайте я удалю ликвидность. То есть, заберу все средства, в том числе и награды. Для этого мне сейчас нужно будет подписать транзакцию. Транзакцию подписываю. Смотрите, какая комиссия здесь всего лишь. То есть, она копеечная. Потому что сейчас я взаимодействую с решением «Оптимизм». Жду транзакцию на леджере. Вижу ее. Подписываю. Копеечная комиссия. Это очень приятно. Взаимодействую с Uniswap. Понимаете? То есть, при обмене с пулом ликвидности. Там космические комиссии обычно. Все. Меньше чем за секунду транзакция прошла. То есть, комиссия дешевая. Транзакция быстрая. Ничего ждать не требуется. И теперь, после того, как я удалил средства. Из пула. Все эти средства. То есть, видите, закрыт. Мой пул закрыт. Все эти средства сейчас вернулись мне на кошелек. Давайте посмотрим. Ассет. Видите, эфириумов стало больше. То есть, чтобы здесь появился токен DAI. Вам необходимо нажать «Добавить токен». Находим DAI контракт. Для этого в CoinMarketCap я сейчас переключаюсь в Etherscan. Адрес контракта копирую. Вот он адрес контракта. Его копирую. И в метамаске, то есть, для того, чтобы добавить токен, мы должны указать адрес контракта. Он видит, что это DAI. Добавить. И вот наши монетки DAI. То есть, в метамаске теперь. Здесь они, по идее, должны быть не нулевые. Возможно, пока еще не обновились данные. Давайте еще раз переключимся в оптимизм решения. И посмотрим, сколько у нас DAI. Так, переключаемся в сеть. Эфириум. Обычную для того, чтобы мы имели возможность пополнить депозит. Да, смотрите, я вижу, что у меня в оптимизм решений еще 212 токенов DAI. Мне нужно их вывести. Нажимаю Withdraw. Переключаюсь на сеть. Соответственно, оптимистик. Эти 212 токенов, но они, по идее, здесь должны в метамаске отображаться. Потому что пока они еще здесь. Вот они, да, отображаются. 212. Вот я их хочу сейчас из Layer 2 решения вывести отсюда. Конечно, давайте заберем их. И снова нажимаю Withdraw. Давайте я подпишу транзакцию. Комиссия 1 доллар 20 центов. Подписать. При этом эта комиссия, не факт, что она будет такая. Она может быть меньше. Здесь указана комиссия, которая максимально большая может быть. До этой комиссии, да, значение может быть. Подписываю транзакцию и ждем. Ребята, смотрите, что здесь пишут. То есть, я вывожу сейчас токены из оптимизм в обычную сеть. И пишут, что только 14 августа ваши токены будут выведены. То есть, какое-то время все-таки займет на то, чтобы этот вывод произошел. То есть, после того, как вы наполнили оптимистик, Layer 2 решения, эфириум или DAIC, предположим, и захотите их вывести обратно в эфириум сеть, вывод будет в течение 7 дней. 7 августа сегодня, 14 августа они смогут быть заклеймлены. Соответственно, 14 августа в 12.50 я уже могу прийти снова на эту страницу Gateway Optimistic и продолжить этот вывод. Разумеется, 10 дней назад я такую процедуру вывода совершил. Дождался 7 дней. Сейчас вам покажу, что через 7 дней вам необходимо будет сделать. На странице gatewayoptimism.io здесь вверху есть кнопочка метамаск. Вы ее нажимаете и видите ваши выводы. Вот у меня последние выводы, которые ждут период, то есть 7 августа сегодня этот вывод совершен. Но есть уже та, которую я могу заклеймить. Нажимаю на нее и действительно это уже можно сделать. Я нажимаю Claim Withdraw. Здесь у меня были токены DAI. Действительно, 4800 DAI. Далее мне необходимо нажать Execute. Подтвердить. И после этого действия, по идее, я это делаю в первый раз, друзья. В первый раз, используя кошелек. Да, на этот кошелек. Далее тот, который я использовал. Подключиться. Переключиться на Ethereum Mainnet, наверное. Переключился. Ребята, верните мои деньги. Обновить. Да, и подписываю еще раз транзакцию. Она будет дорогая. То есть я переключился на Ethereum сеть. Мне предлагают подписать. Вот она, стандартная ситуация. С, к сожалению, взаимодействием с обычной сетью Ethereum, а не Layer 2 решением. Нажимаю Подтвердить. Просит меня открыть Ledger, разумеется. Все по той же причине. Так как я использую Ledger в связке с MetaMask, ввел. Открываю сокет. Окей. Он сейчас откроется, и транзакция будет подписана. Все получилось. Да. Давайте попробую я еще раз обновить страничку. Продолжить. Еще раз, наверное. А, вот, да. Все отображается у меня на подписание транзакции. Я ее подписываю. 7 дней будет вам доступен. После того, как вы проведете эту всю операцию. Вот сейчас у меня клеймятся эти монетки. Через процедуру вывода. Необходимо будет дождаться какое-то время вывода. И он будет произведен. Буквально минут через 10, так как это сеть Ethereum, она медленная. Транзакция подписалась. Два подтверждения уже есть. Вот MyDai, которые попали на мой кошелек. Давайте обновим адрес кошелька и посмотрим, пришли ли мои DAI. Я два раза эту транзакцию подписывал. Одна транзакция не подписалась. Вторая прошла успешно. И в разделе ERC20 я вижу, что мои DAI теперь уже на месте. Таким образом, вы сможете через 7 дней вывести свои токены. Всем хорошего настроения, друзья. На связи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok